МАГАДАН Низкие температуры в Магадане взволновали жителей города и области. По словам экспертов, Магадан накрыл Аймеконский циклон, поэтому в городе и области настали критически низкие температуры. Произошел пик зимних нагрузок и для энергетического комплекса Магадана. Для того, чтобы нормально проходили самые пики по морозам, мы для этого все лето и готовились. Конечно, мы готовы. У нас достаточные запасы и топлива, и техники достаточно. Все отремонтировано, все готово. Люди. Мы не прекращаем работать круглосуточно, независимо, праздники, не праздники. Мороз или не мороз. Технология не меняется. Меняется только температура в батареях. Поэтому, да, конечно, мы готовы. На случай, если произойдут инциденты, аварийные ситуации, у МУП «Магадан Теплосети» есть круглосуточные аварийные бригады, аварийно-диспетчерская служба, специалисты. Они находятся на связи 24 часа. По словам Павла Жорова, происходили некоторые технические отказы, но они кардинально не влияют на процесс работы. В компании всегда есть резервное оборудование, которое при необходимости встает на замену. На данный момент Магаданская ТЭЦ и все котельные Магадан Теплосети работают в нормативном режиме особых, не то что особых, а вообще сбоев в работе, так скажем, сердец теплоснабжения города нет. Жалобы от потребителей в социальной сфере в единичных случаях поступают. Оперативно наше учреждение, городской сплатонный центр принимает меры и проблемы с температурным режимом в этих объектах решаются. Как отметили специалисты, несколько жалоб было зафиксировано в жилом секторе. На данный момент по двум жалобам не подтвердилась низкая температура. Она находится в пределах норматива. По одной жалобе еще работа продолжается. 30 декабря ожидается повышение температуры и проблемы с теплом в некоторых домах исчезнут. В день спасателя сотрудники МЧС России по Магаданской области оказали помощь пострадавшему на судне в Ихотском море. В филиал поисково-спасательного отряда МЧС России поступил звонок в Центр медицины и катастроф. Требовалась помощь. Пострадавший, находясь на морском судне, получил перелом бедра. Была необходима госпитализация человека. К месту происшествия выдвинули специалисты по чрезвычайным ситуациям, но их ожидало препятствие. Судно с пострадавшим на борту, предположительно перелом бедра, двигалось в сторону города Магадана. По своему ледовому классу не могло зайти в порт, поскольку в порту уже ледовое покрытие. И необходимо было, соответственно, эвакуировать пострадавшего, доставить его в город Магадан. Было принято решение выйти на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Значит, дошли до кромки льда. Кромка льда заканчивается, лед заканчивается у нас на Чирикова, на мысе Чирикова. Попытались идти по воде, это не получилось, поскольку сильный мороз. Сразу же было обледенение, и судно не шло, так сказать, в таких условиях. Поэтому спасатели приняли решение, они поднялись на маяк, по рации связали с капитаном судно и попросили его подойти вплотную к кромке льда. После того, как судно подошло, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и кран-балки на судне уложили пострадавшего в носилки, закрепили и эвакуировали на судно с воздушной подушкой. Потерпевшего передали в Магадан для последующей гастабилизации. В областном центре наградили участников седьмого конкурса педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений «Призвание». Творческое состязание проводят в рамках реализации муниципальной программы развития общего образования города Магадана на 2020-2025 годы. С 23 ноября по 11 декабря учителя городских школ и преподаватели дошкольного образования представили в оргкомитет следующие материалы. Электронное портфолио, педагогическое кредо, обобщенный опыт, видеопроведение мастер-класса и авторскую разработку «Творческий продукт». Победителям и участникам конкурса «Призвание» глава Колымской столицы Юрий Гришан выразил слова благодарности за многолетний опыт в непростой профессии, а ведущие вручили им ценные призы. В завершение конкурса ученица 6 класса 30 гимназии, победительница городского и регионального этапа всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика» Злата Ермолова преподнесла гостям творческий подарок – стихотворение «Я кто». «И тут к щенку подошла кошка Клаша. Красивая и хитрая. Здравствуйте. А кто вы такой?» «Я собака. Скоро буду, когда вырасту». Конкурс «Призвание» проводят с целью популяризации новых результативных форм и методов образовательной деятельности педагогических работников муниципальных образовательных организаций Магадана для выявления и поддержки педагогов, преданных своей профессии, тех, кто видит свое призвание, в необходимости помочь каждому ребенку максимально раскрыть и реализовать свои способности. Более 20 теплых лыжных костюмов подарил депутат Магаданской городской думы Александр Вахов ученикам спортивной школы имени Елены Вяльбе. Каждый костюм по индивидуальным меркам. По словам ребят, одежда внутри на флисе, за счет чего в ней очень тепло и удобно. «Костюм очень мне понравился, очень теплый для вот такой нашей зимней погоды. Это самый лучший вариант одежды, так как у нас холодно бывает, тренируемся мы в зиму. Поэтому костюм на флисе и очень удобно. По размерам, по цвету все супер, все классно, мне очень понравилось». В такой экипировке заниматься становится приятнее, отметили ребята. Также Александр Вахов приобрел для юных спортсменов лыжи и крепления для них. Спортсмены поблагодарили депутата и отметили, что надеются на продолжение сотрудничества. «Хочется сказать Александру Вахову большое спасибо за ту помощь, которую он нам оказал. Мы очень это ценим, очень этим дорожим. Дети очень довольны и надеемся с ним на дальнейшее сотрудничество». Восемь студентов-биологов Северо-Восточного государственного университета трудятся на благо Магаданской области. Ребята безвозмездно помогают врачам обрабатывать анализы на COVID-19. Работают девушки посменно. Полина Кольцова учится на биолога в Северо-Восточном государственном университете на третьем курсе. Девушка рассказала, что в период трудной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Магадане студентов-биологов срочно позвали на собрание с ректором вуза. «Пригласили нас в качестве волонтеров. Кого-то отправили в лабораторию, кого-то отправили в поликлинику. Также помощь бумажная работа, телефонные звонки, печати. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного, но очень-очень нужное, чего не успевают делать люди, которые конкретно занимаются изготовлением этих анализов и результатов». Работа студентов-волонтеров заключается в оформлении анализов от А до Я. Это результаты тестов на COVID-19. Биологи ставят дату поступления, печать, время, присваивают ему индивидуальный номер анализа. Также выполняют часть обязанностей лабораторного техника. Заверяют документы печатью заведующей лабораторией. После выхода теста юные медики выставляют дату выдачи и сам результат – положительный он или отрицательный. Далее они отправляют данные по медучреждениям города и области. Полина Кольцова нашла в этой работе много плюсов. Девушка поступила учиться на биолога, чтобы работать в медицине. На врача не получилось, не уехала из Магадана. Полина рассказала, что в планах у нее было работать именно в лаборатории Центра СПИД в Магадане. Трудятся волонтеры-медики посменно – одни с утра, вторые после обеда. Полина отметила, что работу с учебой совмещать тяжело, но пока все получается. В свободное от работы время можно успеть что-нибудь почитать или выполнить учебные задания. О своем труде в эпоху пандемии рассказала и фельдшер-лаборант Магаданской областной детской соматической больницы. В связи с тем, что я лаборант и имею допуск к определенным видам работ, соответственно, моя работа заключалась в том, чтобы помочь именно не с бумагами, а именно делом, то есть выделение вируса. И девочкам приходит человек очень тяжело, соответственно, я знаю, что это за работа. Девочки работают в ПЦР-отделе с утра и до самой ночи и уходят очень поздно. И, конечно, я понимаю, что моя помощь им пришлась кстати, потому что за один раз, за одну постановку девочки могут сделать только 70 человек. А если я помогаю, то я могу чуть больше помочь им сделать человек. То есть это увеличивает количество выдаваемых результатов быстро. Волонтеры-биологи трудятся до позднего вечера, пока не закончится вся работа, которую необходимо сделать.